Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Новые серии сериала «Музыка души» с понедельника по пятницу в 19 часов. Не пропустите! Поехали! Сначала мне очень нравилась избранница моего сына. Она казалась такой скромной и милой, но, как оказалось, это была лишь маска. Она мне напоминала настоящую змею, которая сначала пряталась тихо в траве, а потом, когда ей становилось выгодно, появлялась нарушу. Но я не собиралась ни в чем убеждать своего сына, ведь это был его сознательный выбор. Затем они сыграли свадьбу. У них через год родилась дочь Лерочка. Я так сильно любила свою внучку, что старалась чаще ее навещать. Конечно, ехать приходилось полдня в дом моего сына, ведь я жила в деревне в сотни километров от города, где они жили, поэтому я приезжала раз или два раза в месяц к ним. Моя внучка была очень похожей на меня, не только внешне, но и внутри. Это еще больше раздражало мою невестку Машу, но она ничего с этим сделать не смогла. Для меня было настоящим шоком то, что мой сын и невестка мне предложили. Ко мне позвонил мой сын и попросил пожить у них, ведь Машенька нашла себе работу, поэтому они хотят, чтобы я на тот момент посидела с Лерочкой. Я, конечно, была не против, ведь я хотела бы чаще проводить время с внучкой, а тут такая возможность. Поэтому я решила перебраться на некоторый период из своей деревни в город. Когда я приехала в дом сына, меня ждал большой сюрприз. Маша постелила мне кровать в кладовке. Сначала я не могла поверить тому, что я увидела, поэтому переспросила ее, что это. Как оказалось, она раскладушку взяла у подруги. Там раньше спал ее сын от первого мужа, а также она похвалила яркую постель, которой она накрыла кровать. «Вот видите, два крючка прикрепленных. Это сделал наш Сашенька. Помещайтесь так, чтобы вам было удобно. Идемте пить чай». «Маша, ты имеешь разум», сказала я и добавила. «У вас трехкомнатная квартира. Неужели вы меня положите в кладовке?» «А что я могу сделать?» – удивленно ответила невестка. «Ну, как минимум, расстелите мне эту раскладушку в гостиной или детской», – возмущенно сказала я. Но это сделать ей не позволял интерьер комнат, поэтому она предложила пожить здесь. Я не стала с этим мириться, поэтому сразу же позвонила Саше. Он не брал трубку, поэтому я взяла свои сумки, с которыми я приехала, и ушла из дома. С сыном мне удалось связаться только тогда, когда я уже ехала в автобусе. Причем он сразу же с претензиями начал говорить. «Мама, как ты могла? Я тебя попросил приехать и посидеть с ребенком. А ты?» Через некоторое время я поняла, что за выходку придумала моя невестка. Мой сын терпеть не может ее маму, и она знала, что Саша не согласится, чтобы она жила с ними. Вот и она решила избавиться от меня, чтобы у сына не было иного выхода. Очень хитрая у меня невестка. Очень хитрая. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.